Желтая пятнышко и большая паутинка на боку, сухая плодоножка, блестящая корка и круглая форма. Тогда он слаще. Идеальная ягода. Нина Васильевна приезжает в Одинцовское подворье вместе с мужем около 15 лет. Их дыни и арбузы любят настолько, что даже есть постоянные покупатели. Говорит, машину в среднем распродают за пару дней. У нас Камышин – родина арбузов. Еще Петр Первый, когда был в Камышине, ему преподнесли арбуз. И он сказал, взяло плод отменный. И у нас Камышин считается столицей арбузной. Проходит каждый год арбузный фестиваль у нас в Камышине. И соревнуются все предприниматели на самый тяжелый арбуз. Самые тяжелые арбузы у нас по 20 с лишним килограмм. Нина Васильевна уверена, лучший арбуз растет в песчаной местности. Они выращивают много разных сортов. Есть и красные арбузы, и желтые на любой вкус. У нас есть такие покупатели, которые ждут этот арбуз и приходят. Им нужен чисто желтый арбуз. Они красные, не могут просто себе позволить покушать из-за того, что не переносят. А так сорта хорошие, химии нет. Мы отправились в специальную лабораторию узнать, так ли это. Рабочий день там начинается в 7 утра, чтобы до открытия успеть все проверить. Мы должны быть уверены, что арбузы у нас везутся напрямую от поставщика. Как фермеры, так и коллективные хозяйства везут к нам свои товары. У нас представлены астраханские арбузы, волгоградские арбузы, Ростов сейчас вот повез. Ну и еще до сих пор, пока есть Казахстан и Киргизстан, представляют свою продукцию. После проверки документов мы органолептические исследования проводим. То есть мы осматриваем продукт, как состояние его внешнего вида, на разрезе, как он смотрится. Ну и проводим лабораторные исследования. Бахчевые любят зной и воду, но также хорошо поглощают химикаты. Поэтому проверка на нитраты в лаборатории обязательно. Предельно допустимое содержание нитратов бахчевых – 60 миллиграмм на килограмм. В этих арбузах показатель не превышает и 15. Заключительная часть – проверка на радионуклеиды. Она позволяет выяснить, на какой почве вырастили арбуз. Мы вместе с оператором купили в нашу редакцию арбуз, взяли нитратотестер и сейчас мы его будем проверять. Вооружившись ножом, отрезали верхушку и, подготовив тестер, с нетерпением стали ждать. Результат нас удивил – 114. Содержание нитратов в этом арбузе вдвое выше. Его уже есть нельзя. Покупайте в проверенных местах. Обязательно спрашивайте сопроводительные документы, если покупаете ягоду в малознакомом месте. Кстати, возле дороги арбузы продавать нельзя. Продукт впитывает автомобильные выхлопы и дорожную пыль. Такой, вероятнее всего, будет некачественным или даже вредным. Елена Морозова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.